Долгострой на улице Горького в Субсехе. Типичная история. В 2012-м разрешительная документация была выдана на ИЖС, но аппетиты застройщика выросли. Сегодня это проблема для стадольщиков и городских властей, которым с надеждой на помощь идут люди. Так решила собрание обратиться именно к вам, потому что больше верить этому человеку никто не может. Просто-напросто люди ждут по три года, по пять лет есть люди, которые ждут. Технических условий на три пятиэтажки, конечно же, нет. Судом признано лишь право собственности на бетонные коробки. Но где взять в воду электричество, как подвести канализацию, как создать условия для жизни людей? Таких разъяснений суд не дает. Сегодня требования жесткие. Начинать надо было разговор. Я прекрасно знаю ваш объект, и вы знаете о том, что владею ситуацией. Что мы купили у мошенников квартиры в объекте самостроя, не посмотрев, есть ли разрешение на строительство, и выделялась ли земля под многоквартирное и многоэтажное строительство. Руководство края говорит, нельзя помогать самостроителям под ведением им коммуникаций. Только понуждать застройщиков выполнить свои обязательства перед людьми, привлекать внимание правоохранительных органов, прокуратуры, суда. Сегодня есть способ. Вы инициативная группа. Привлекайте меня в качестве третьего лица. Готовьте исковое заявление и понуждайте его судом о проведении вам коммуникаций, в том числе и газа. Будет судебное решение, закрепленное, все. У приставов будет исполнительный лист, тогда у нас появится право контролировать. Городские власти готовы оказывать содействие.